Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Проблема в семье, как не допустить развод, жена на каком основании настраивает дочку против моих родственников, кричит на ребенка, на что я ее делаю, замечание, она не реагирует, пошла налево, просто я их обеспечиваю в полном объеме, я военный офицер, с кем гуляет сержант без ничего, если она уйдет от меня, она останется ни с чем, моя задача помириться с границами, главное ребенок, посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить, пишет Алексей. Ну, судя по сообщению, Алексей находится в таком достаточно серьезном эмоциональном состоянии, вот, судя по тому, что мы, ну, судя по тому, что мы видим, да, то есть немного такие избивчивые предложения, да, немного такие вот, эмоциональность определенная чувствуется, ну. Ну, в первую очередь нужно сделать анализ отношений ваших, эм, Алексей, вот, и постараться увидеть, с чего все началось, потому что, ну, подобные проблемы не происходят на послом месте, как правило, вот, у этого всегда есть, эм, какие-то причины, да, у этого всегда есть какие-то основания, вот. Вот. И, соответственно, это касается и вашей ситуации, то, что жена так делает, вот, при том условии, что вы описываете, ну, при тех условиях, что вы описываете, я бы сказал, что эти основания у нее есть, чего-то ей очень сильно не хватает. И здесь, в виду того, что информации очень мало, эм, касаемо вашей ситуации, я могу только предполагать. И вот, эм, если говорить о, эм, каких-то предположениях, то я бы сказал, что вы чересчур много, на мой взгляд, уделяете внимание материальной стороне вопросов. То есть вы говорите, что вы, вы их обеспечиваете, вы говорите, что если она уйдет, она останется ничем. Вот. Такое ощущение у меня складывается, как будто бы, что вы пытаетесь ее удержать деньгами. Вот. Идея, мягко говоря, не очень хорошая, потому что, ну, деньги не все могут решить, не любые вопросы могут решить деньги. В частности, вопросы психологического комфорта, вот. Вопросы психологического аспекта деньги решить, в принципе, не могут. Вот. Поэтому не все решаются деньгами. Если вы, эм, ну, вот, как, как пишите, эм, военный офицер, офицер, то, вполне возможно, вы довольно редко, э, бываете дома, может быть, мало проводите время со своей супругой. Или просто мало выделяете ей внимание, не чувствуете ее потребностей, которые у нее есть. Соответственно, у нее разница недовлетворенность. Вот. Вот. Именно по мне, ну, именно, именно, по внимательной к ней. А, и, постараться лучше, лучше ее, а, понять, вот. Что ей хочется. Что ей нужно. А, самому себе. А, позволить. Испытывать чувства. Да. Например. эа, самому себе. Эээ. Позволить. Позволить. Э Ээ. Вот. Ээ. Ээ. У最 Defense. Эээ. Ээ, эээ. И этими чувствами не забывать делиться со своей женой, то есть восстанавливать эмоциональную связь с ней, если эта эмоциональная связь у вас была. Опять же, неплохо было бы поисследовать историю ваших отношений, какой характер ваших отношений, как вы познакомились с общей природой ваших отношений была бы здесь довольно важна, как мне кажется. Вот. Какая-то такая история. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Для удачи обращайтесь за помощью. И да, ещё один момент, который забыл, это то, что вы главным называете ребёнка. Ребёнок безусловно важен. Но и важна жена. Если жена часто учитывать, что для вас важен ребёнок, а не она, это может послужить дополнительной причиной для того, чтобы поступать так, как вы их пишете. Вот. В отношениях важно всё, а не так, что самое главное – это ребёнок. Сохранять отношения ради ребёнка – не лучшая идея с точки зрения психологии. Удачи вам. Всего самого доброго.